Hello, everyone! Давайте с вами вспомним прошлый урок и сделаем домашнее задание. Наша тема урока – What time is it? Не забывайте повторять все английские фразы и слова «за мной». Переводится «сколько времени». Time – время. Чтобы найти время по таким часам, нам необходимо смотреть на маленькую стрелку. Найдите, где здесь маленькая стрелка. Отлично! Вот она. И она показывает на цифру 7. Значит, на этих часах сейчас 7 часов. По-английски это звучит 7 o'clock. Попробуйте ответить на вопрос. What time is it? Итак, смотрим на маленькую стрелку. Она показывает на цифру 4. Значит, 4 часа. 4 o'clock. Старайтесь задать вопрос. What time is it? И ответить на него раньше, чем я. What time is it? 6 o'clock What time is it? 9 o'clock 8 o'clock Ну а теперь настоящие часы What time is it? 7 o'clock What time is it? 11 o'clock What time is it? 10 o'clock Well done Молодцы! Я думаю, вы научились определять время по таким часам. Ещё раз напоминаю. Нам нужна только маленькая стрелка. Именно она показывает сколько часов. На данных часах 10 часов, но не ровно. Маленькая стрелка чуть-чуть отошла от 10, то есть уже прошло 10 часов и сколько-то минут. А вот именно большая стрелка, чёрная на данных часах показывает минуты. А вот эта самая тоненькая и длинная показывает секунды, но это мы уже будем учить в других классах. А на сегодня нам надо знать, что маленькая стрелочка показывает сколько часов. Надеюсь, вы теперь в этом хорошо разбираетесь. Давайте вспомним, какие новые слова мы с вами выучили на прошлом уроке. Get up Это значит вставать, просыпаться. И этот мальчик, если бы его спросили What time do you get up? Во сколько ты встаёшь? Он бы ответил I get up At 8 o'clock Я просыпаюсь в 8 часов Обратите внимание, какой предлог используется At 8 o'clock В 8 часов На часах вы видите у него 8 Ну а теперь попробуйте сами ответить на мой вопрос What time do you get up? Во сколько вы встаёте? Надеюсь, у вас получилось. Посмотрите, как ответил на этот вопрос я. Я обычно встаю вот так I get up At 7 o'clock Go to school Ещё раз проговорите Go to school Идти в школу Попытайтесь ответить на мой вопрос раньше, чем я И сравните с моим ответом What time do you go to school? I go to school At 8 o'clock Come home Come home Обратите внимание, одна и та же буква O Читается по-разному Здесь она читается, как звук А Come А здесь, как звук O Home Ещё раз прочитайте за мной следом Come home Приходить домой What time do you come home? В какое время вы приходите домой? Ответьте раньше, чем я I come home At 2 o'clock Ну это я прихожу в 2 часа, а вы, может быть, приходите в час, а кто-то в 3, если он долго идёт домой Go to bed Go to bed Ложиться спать Дословно идти в кровать, но мы переводим на русский Ложиться спать Посмотрите, во сколько часов он ложится спать Молодцы, кто сказал, что в 10 часов At 10 o'clock Задаю вам вопрос What time do you go to bed? Я отвечу своим вариантом Сравнивайте I go to bed At 10 o'clock Well done А теперь посмотрите, чтобы всё это было записано у вас в тетради Итак, первая фраза Get up Вставать, просыпаться И мы с вами составили предложение письменно у себя в тетрадочке Проверьте, что оно у вас составлено правильно I get up at 7 o'clock Но это я написал в 7 часов Кто-то мне говорил, что он встаёт в 6 часов А кто-то вообще в 5 часов утра Следующее Go to school Идти в школу Проверяйте, чтобы у вас всё было записано I go to school at 8 o'clock Я иду в школу в 8 часов Come home Приходить домой I come home at 2 o'clock У вас, возможно, другое время Ещё раз напоминаю Go to bed Ложиться спать И у нас с вами получился небольшой рассказик о себе Из четырёх предложений Ваше домашнее задание Рассказать мне о себе На уроке Именно вот эти четыре предложения Не прочитать, а рассказать I get up at 7 o'clock I go to school at 8 o'clock I come home at 2 o'clock I go to bed at 10 o'clock Молодец, Сергей Викторович, тебе 5 Надеюсь, такие же пятёрки вы получите на уроке На этом у меня всё Жду встречи с вами на уроке Goodbye